Пока есть момент, решил рассмотреть несколько фото оружейных коллекций. До коллекции данное фото не дотягивает. Это так, начальный набор, может быть, одного человека, который хоть чуть-чуть интересуется оружием. Не скажу кто, не скажу где, но скажу, что здесь есть. Что мы видим? Никелированный Макарыч. Есть такой. ФН-45, СИГ-320 или, скорее всего, М17. Это тоже СИГ-320, но от Страйк. Так, это у нас Мастерпиес Армс. Это Тарус. Закрученный. ТП-9. Довольненько старенький. Это, кстати, пистолет все равно. Так, здесь у нас ЧЗП-10. ФН-509, ФН-45, еще один. Так, это 365-й СИГ, вот это 509-й ФН. Какие-то глоки. Мелкие. Прямо модифицированные, возможно. Это у нас XDM, судя по всему, какой-то. Судя по насечке. Здесь плохо видно вот эту клавишу. Кстати, это тоже пистолет. Видите, это упор. Это не приклады. Это тоже упор. Давайте посмотрим, чего у них есть для нас ствола. Так, седьмой Тавор, 308-й. Какая-то арка непонятная. Судя по тому, что без оптики может быть просто дешевое что-то. Это у нас Штайр Ог, более новый, с СИГовским призматическим прицелом. Пистолетная версия Вектра. Драка, короткий, с упором. Это у нас СИГ-556, судя по скобе, это модель XER, то есть 7,6239. А это оно же, 5,56, СВАТ, короткий. СВАТ, потому что цевьё с Пикатинни, по 5,56. Прицел на нём стоит, правда, великоватый. Другая интересная вещь. Арочный пистолет, судя по всему, на 5,56. Ещё один пистолет, но здесь уже это не арка. Извиняюсь, там прокрутилось немножко. Это что-то 9-миллиметровое. Самаро. Может быть, не знаю. А это вы, надеюсь, помните? Я показывал их её. И вообще не знаю, чья это коллекция. Ну, это берет. Я не знаю, чья это коллекция. Буду всё отрицать. Как говорится. Так, это у нас арка 5,56 с простеньким прицельщиком. Приклад не поменяли ещё. Ещё одна арка, но это уже пистолет. Потому что здесь короткий ствол. Его даже не видно. Арочный пистолет. Тоже с упором. По-моему, это в 300 блок-аут. Так, это у нас MP5 пистолет. С упором. Это вообще лучше не говорить о том, что это такое. Здесь у нас странная комбинация арки с простеньким прицелом, но упором, а не прикладом. То есть, короткий ствол здесь сравнительно. САП-2000. Недоделанный арочный пистолет. Так, калаш. Это, если не помнить, не изменяет венгерский. Так. Ещё какой-то пистолет 9-миллиметровый. Я не помню, что это за производитель. Товор. С немножко изменениями. Планки, цевьёвые и так далее. Вот это, кстати, радость очень интересная. Для тех, кто не знает. Так. Мини-14. Со складным прикладом. Это у нас Юга. М92. С упором. То есть, пистолет. Это я не помню, что такое. По-моему, это ФС-2000. Или Ф-2000. Так. Ещё один арочный пистолет с коллиматором. Обычная арка с 1х6 оптикой. Мелкашка бюджетовская. Так. Это у нас М1А. 308. По одной и неизвестной причине поднятый прицел. ФН-ПС-90, 5.7. С вортексовским прицельчиком. ФН-СКАР-L. То есть, СКА-16. С старым большим прицелом. Так. Что у нас здесь? Здесь у нас понятия не имею, что. Какой-то пистолет 9-миллиметровый. С хорошей, кстати, оптикой. Иотек. Что это? Не помню. В жизни не вспомню. Это Экс-95 Тавор. Это Сайга. На 5.45, если память не изменяет. Ну и последнее. Здесь у нас еще один 308. Почти. Это Калаш. Видоизмененный. На нем стоит куча разных замен. Это Калаш 7.6-2.39 С оптикой на кронштейне. Почему-то без магазина. Ну вот такая вот небольшая можно сказать коллекция. Чья, не скажу. Почему, тоже не скажу. И это не все. Пистолет он выложил только чуть-чуть. Если кому интересно, это российский ненхелированный Байкал. Не PMM, а PM. Почему так? Да захотелось человеку. Вот так вот. Жалко, что не все впало в фокус. Но такая вот коллекция у человека. Хаткал на вертолёт. Вот так вот. Нахру.